Привет, дорогие друзья, с вами Данис и... Нары Ченнел И это четвертый вечер, по сожалению, вы... ... панда... О, блин... ... если вы видите... ... я не хотела... ... этот уровень найдешь, потому что... ... не жутить, не плачешь... Зачем, врач, подходи уже к панду... ... нет приема... ... подожди... ... я ее для канала не подходил... ... панда... ... за того... ... оберегись! ... помоги! ... ... ... ... что-то в мудике я не помню пулялись... ... или может я не помню точно... ... ... да, как же... ... как помнишь, это еще... ... это так вот... ... панда-то... ... иглу-калу... ... не нафиг... ... ... о, да, иглу-калу... ... и такая болючая... ... меня на самом деле... ... неприятная лучи... ... ну, хотя многие, наверное, конечно, скажут мне, что это... ... так себе... ... но я не знаю... ... я просто представляю себе... ... это довольно неприятная процедура на самом деле... ... пиявки-то терпимо... ... что, ну, вот иголки... ... это, блин... ... вообще, конечно... ... в сравнении с пиявками... ... я вообще не знаю... ... я не сторонник этих вот... ... герудотерапии... ... иглу-калывания... ... на самом деле... ... ну, конечно, хорошо помогает, да... ... там многие отзываются... ... что, мол, типа, вот иглу-калывание... ... герудотерапия... ... такие хорошие вещи... ... ты провину забыл... ... ой... ... нафиг... ... не говорите мне это слово... ... ну да... ... ужас... ... я, конечно, не пользовался... ... но просто я представляю себе... ... что это такое... ... это уже... ... ужас... ... просто ужас... ... я вообще не знаю... ... как люди до такого додумались... ... блин, ну, конечно... ... панди как там... ... деглу-калывания делали... ... он там... ... ээ... ... не сознание... ... а... ... сумасшет Да, да... ... панди должен быть насрать у него, ... по крайней мере такой... ... шу, это жезь... ... такая... ... а помнишь ещё, ээээ... ... ээээ... ... как... эээ... ... там... ... вот... ... кастрюль провалился или куда он там провалился... ... ммм... ... а... Тайлунг-то, да, да. Тайлунг-то, да. Тайлунг-то, да, блин, да, что ж такое. Ну, я думаю, что по крайней мере здесь снимаю с Вегаса Макса уже, а потом, если себя так дальше вести, то надо будет другое что-то ставить. А что, тут ещё надо думать, что после Макса нафиг будешь записывать? Я знаю, что буду записывать, но меня сначала с этим, у меня же есть описана ещё одна игра. Я там карту прохожу, но я как бы проходил буду долго, так что в серии будет дофига. Тем более, что это игра, хоть она и старая, но, по крайней мере, она прикольная. Нас, Паша. Нет, Батухи вот ещё, 1042, он меня уже давно удалён с компьютера, я его там. Он там косячил жёстко, вот я если буду проходить, этот скачаю секретное оружие, второе мировое, там есть дополнительная карта с новым оружием, которое у него был в старой версии. Кого напоминает? Майя. В смысле, Майя? Майя, я говорю. А, Майнкрафт, что ли, да ладно, в каком это месте? Ну, карты, карты, карты. Сравнил тоже пиксельную графику и нормальную графику. Ну, всё-таки пиксели, обычная графика, две разные вещи. Ну, я думаю, в Майнкрафте вообще графика как варенье, наверное. Ну, её нет, там, как-то такое, это 3D херня пиксельная, на самом деле. Ну, конечно, много ещё школьники скажут мне, фууууу, типа, что ты Майнкрафт обсираешь. Не, раньше тоже в Майнкрафт играл, но потом, пока мне друг не показал, что такое раст, особенно раз экспериментом, который на пиратке играется, а не на стиме, то я пересмотрел свой взгляд на майнкрафт и перелез на Раст. Ну, Раст раньше был один классический, а сейчас раз экспериментовал, раз в Лергоисе. Но они чем отличаются? То, что система крафтов разная, больше возможностей в Лергоисе, оружие сделать, прицел к нему еще и так далее. Ну, в принципе, строить дом, крафтить всякие штуки, убивать животных, мясо себе добывать. По сути, это тоже майнкрафт, только более реалистичный. А там, может, и присутствует какая-то реальность, что она кубическая вся, в общем, заклинка. Сейчас многие просто раз со стима играют, но я считаю, что пока сейчас эксперименталку до конца не доделают, то лучше играть через пиратку, да, там патчи ставишь каждый раз. Ну, по крайней мере, это все же лучше, чем покупать за сколько, там, 400 с чем-то рублей. Там, правда, идет две версии, или Раст Лергоисе и Рас Экспериментал, но, блин, не знаю. Я уж стим давно удалил, как и все, что было с ним связано, типа доты и герои-генералы, не знаю, надоели они. Ну, он какой-то тупой стал, этот стим, на самом деле. Я не знаю, как люди с него еще играют до сих пор. Он, я-то сам стал английским, короче, и... О, да, 1 мая, праздники, все дела. А почему тут праздники? А я имел в виду насчет сайтов. А, кстати, вот да, но будет ли это реализовано, это тоже неизвестно, потому что YouTube и Google должны были закрыть еще в начале этого года, но этого так и не произошло, так же, как и с айфонами. Должны были их отключить к нашей стороне, к нашей стороне, но они по-прежнему продолжают работать. Вот и напрашивается вопрос, будут ли реализованы все остальные действия, которые хотели американцы против сайтов каких-то сделать. Это плюс американцы. Ну, они же тоже хотели что-то вот такое сделать в это же время. О, блин, наконец-то. Неплохо. А что еще будет к 1 мая? Что еще будет с сайтом происходить? А, я их подожду. Может, я после чего-то не догоняю? Применять коронный прием сверху плюх. Знаешь, я догадываюсь, если... Чего дальше, шеф? Я только что узнал, что пятерка покинула дворец, чтобы самостоятельно сразиться с Тайлунем. Нам надо добраться до устья реки и... Не, я тут не закрою точно, потому что серверы выделили все равно, потому что... Ну, какая выгода Америке закрывать YouTube вместе с Google? Им просто-то в убыток будет, причем очень большой будет убыток. Блин, я вот не понимаю, почему... Почему наш дорогой друг думает, что Google – это украинский? Блин, ну... На самом деле, Google – далеко не Украина, ее американцы основали, так что тут Украиной-то вообще не пахнет. Ну, вот Crytek, я помню, что Crytek есть в офисе в Украине. Так что они как бы делали Warface совместно там с чем-то, с Юбисофт и и что они там делают. Нет, что... Кстати, Юбисофт юмористы знают, а они ему живут походы. То есть... А однажды Костя пообщался с Юбисофт, они ему так, блин, дали полный, полный, что он потом был полный... А он и спросил, есть ли у вас контакты, вот эти две студии у вас. Ой, не могу... Они вот так по-английски. Ноу... Ну, правильно. Каждый сам за себя, каждый сам платит свою игру. Еще Half-Life он спросил насчет Half-Life'а. А при чем тут типа... Пятерка направилась в отдаленный и очень опасный район гор Муден. Ну, значит, они, может, и будут принимать участие, но как бы их об этом еще не уповестили. Все вместе не навалиться, раз уж они... Все вместе... Самое главное разработчики... Глупо ведь. Это моя вина. Я должен добраться до них пока что не поздно. А ты отправишься во дворец со священными жизнями. Полагаю, дорога туда тебе известна. Не знаю, чего так все презирают, чего он такого сделал, чтобы его все презирать начали. Нет, это просто... Ты же его тоже презираешь. Ну, такой странный человек достаточно. Кстати... А вы что, не знаете, как попасть во дворец? О, уровень пройден, победа. Так, спасено жизнь деревню 4, 4, все это понятно. Сто процентов крути всех, офигеть. Я, значит, крути всех. Ну, спасибо. Ладно, слушаем. Да, воин-дракон одержал победу над бандой золотых имперских крокодилов. Но в это время... Да, я вот после его поддержки, потому что я ни демонстрации не вижу, ни любви не слышу. Самостоятельно. А хотя они и были супер бойцами, Шифу понимал, что перед Тайлунем им не устоять. Он должен был отыскать их. К этому времени о побеге Тайлуня знали даже в боинстве теней, самый мрачный и грозный в Китае стаи боевых волков. Да-да, речь именно о них. Они хорошо помнили Тайлуня и решили, что раз он вернулся, то пора преобразить мирную долину в мясную долину. Но Тайлунь хотел лишь заполучить свиток дракона и еще сразиться с так называемым... Ладно, потом пересмотрю это видео. Послушаю, что он... что он говорит. И вызвали его на бой. И это был самый сногсшибательный поединок кунг-фу во все времена. Ну да. Поединок-то был зашибись, да. Спасение в храме Вуды? Вы что, издеваетесь, что ли? За голова... О чем он издевается? Что не так-то? На что у Шифу никого получше не нашлось? Лишь один боец достоин сразиться со мной. Да где же этот воин-дракон? Откуда тебе знать, что это не я? Ты? Ты забываешь. Я там был с самого начала. Он же вроде в финале был. А помнишь... Фрагмент из фильма... Твоя пятерка с ним даралась вместе? Вот как раз вот это сейчас будет. Ладно. Кто-нибудь еще? А-а-а. Итак, за дело берется малыш. Где носорог? Носорог, там за меня еще кто-то был. Блин, какого черта? А-кэ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Чё, что не знаешь на эти кнопки тригать? Это быстро на отстыках. Блин, я вместо L нажал G. И чё, в итоге он тебе поражал урон? Пунул мне. По западке, да? Блин, опять. Я вместо L нажал G. Вот такой смотри, куда нажимаешь-то. Если тебе так, можно сказать, подсказывают кнопки, так чё-то. Думаю, несложно будет нажать. Да вот когда ты посмотришь это видео, убедишься, что это будет. Блин, опять. Место L нажал G. Да, блин, вообще. Место K нажал G. Быстро надо нажимать, это мне напомнило, я не знаю даже. Человек-паук-3 мне напомнило. Не знаю, Человек-паук не играл, не могу точно сказать что там было. Я только одну играл, по-моему. Одну на серьги, одну на дэнди. Может быть, я уж не помню, как она называется. Потому что я играл-то в начале, может, 2000-х, когда ещё у друга моего не было компа. Когда я только была Дэнди, у него даже Сеги не было. У меня была, наоборот, Сега, но не было Дэнди. У него, наоборот, была Дэнди, но не было Сеги. Поэтому мы, как бы, вот так вот играли. Киноман, вот единственный, кто, как говорится, сохраняет традиции. У кого дофига картриджей, как от Сеги, так и от Дэнди. Ещё он собрался, ну, как же, я не знаю, смотрел этот стрим у него, не смотрел, 19. Знаете, наш дорогой друг хочет привести его вороподрах? Ну, это невозможно, потому что я вчера посмотрел стрим, так, немножко, может, минут 30. Там всё, он три часа шоу. Вот. Так, я прошу прощения, меня отвлекли. На чём я там остановился? А, да-да-да. Вот, посмотрел, у него 30 минут. Его там спрашивали про Майнкрафт, про МПГшки там. И чё ты думаешь, он сказал? Ну, ему это не понравилось просто. Так же, как и Култ Харду. Там Култ Харду тоже какие-то вопросы такие задавали. Там, касательно игр, там, ещё чего-то. Про Киноманду, вообще, компрометирующий вопрос задавал. Что бы ты раньше походил и больше не пройдёшь никогда. И он сидел, наверное, минут 10 пыжился и вспоминал, чего он... Касталу Ваню 2 ему сказал. Он же, а при нём играл-то, я не знаю. Говорит, что больше похитил я не буду. Да вот, на самом деле, я сейчас без толку переключаю. Ну да, и ты уж, господи. Вот, что у всех привычка такая, вот, сплейщика потом говорить после всех фейл, что я тупой. Как бы, неправильно. Подписчики подумают, реально, что ты нубас какой-то и не можешь пройти уровень, да. Отдубасить какого-то там, я не знаю, кто он даже там. Что за животное. Какой-то дикобраз, не знаю, почему-то он. Да какой-то дикобразный тайлун. Хочем в тайлунь дерутся, чёрт. Вообще-то тайлунка, не тайлунь. Вот леопард он или кто, я не знаю, кто он. А, Ирбис. Ирбис. Животное такое. Личные данные, статус мёртв. Да уж. У тайлунга. Статус, смерть. Ну, а умер в смысле. Тигриса, сестра, Широнг, приёмный дед, Пенг племянник, Шифо. Приёмный отец. Глюк, это твой 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 отец. о зашел кое-кто на думаете не побеспокоить фигасе углы столько учеников блин обезьяна джун встречал той-то у той пушин сорок граммовержец бушующий пыль кровь золотой такие еще какие шефу фэнхуан слон снежная пантера петух да ну там могу у кого я учеником был да мастер петух дикой китайской кошка мастер слова мастер шифу фэн хуан наконец-то скопытился ну правильно мультики также было ну так мультики тоже был живут там пока стоял так немножко с ноги да это не город от страну а вот победил невезучую пятерку город и смотрели бы там чудо от истина стоящего быть и сергей найди и спасть я понял знаешь я вот тебе что скажу управление м а а я напугался шкафы в сфоте хруппу вышки нет и на конструкции машинцы продолжается бежать нет не перейти и нечислить в сфере в сфере в сфере в сфере в этом году я кстати в каждой серии по две головы ну так, на то и он и углы ученики какая и получишь шиш с маслом сразу бег запрыгни на облако но сейчас мы спрашиваем что это такое а давай объясним а как мы это объясним это упоротая фраза которая никак ничем не объясняется даже не знаю например у двух героев объясняется каких шокеров р-д 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 понятно понятно с чем ты толкуешь р-д р-д кстати, Карен по-моему тоже примерно такую фразу говорила как бы нашу с тобой да ладно, коп на месте он говорила нету, а шашлером шашлером пошли искать эти предупреждения свои головы послезать скучно и монетки очень важны и что с ними делать с тем, что монетка а ну ну нет Уже старался вот журавля не включаешь. Помни журавль. Мастер-шефу, вы пришли? Я сожалею, учитель, мы вас подвели. Нет, это я вас подвел. Возвращайся во дворец, я скоро приду. У вас издаст. Тебе это покажешь странно, но нам придется сейчас, знаешь, что делать? Что? По облакам прыгать. Ну, мне напоминай митинитус, пожалуйста. Причем тут тинитут? Там тоже и все, и с облаками. Блин, а? Упал сразу. Ну, ладно. Ничего страшного. Надо просто все правильно думать. Ау! Меня кто-нибудь слышит? Иди доктору. Да. Что? Нет, я просто видел, смотрю. Все равно я ничего не вижу. Мастер-шефу, вы пришли? Я сожалею, учитель, мы вас подвели. Нет, это я вас подвел. Возвращайся во дворец, я скоро приду. Блин, ты все-таки как страшно по этим облакам прыгать, а? Блин, ты все-таки как страшно по этим облакам прыгать, а? Ну, как, на какое облако теперь скажите мне. Ну, это что? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. особенно фразы когда он на стремянку залез а это не жил парлях хэшпыриды рэбни но кто не смотрел на фразы все смотрели один наш друг миленький потому что они никогда не показывали а если показывает у меня точно смотрит хочу знать какого года она 6 6 лет шла на шараш пекин шмарки россиян еще часто не может быть такого не видит гаррик бартиросян любви харистархович шмарки а шмарки шмарки с ну а шмарки ну ес на шмарки такие дачу википедии пишут сюжеты про ровшана джемшута будет также удалены из показа после протеста сам белок и ребят при поддержке союза армян россии как сенофобские оскорбляющие россию национальное достоинство таджикского и армянского народа ну короче фильм же еще был яйца судьбы ты вот запретили его короче транслировать поскольку как сразу по телевизору смысл наверно час ноги студент начнут страдать причем жестко страдать по работе я в том числе попадаю в эту категорию потому что в течение года пытаюсь что-то найти либо не отказывают либо даже не предлагают обучение создали никто нахрен отсюда опыта у работы нет нечего здесь сделать я буду если те руганы физработы которые запрещены врачами в тюрьму справительной работы за которые тебе не платят вот и как штаб отрабатывать потому что я не знаю зачем вообще придумали тут инициативу вообще выдвинуть я считаю что это бред уж ну как ну тебе талантят пока не грозит пока школьник а я студент у меня ситуация гораздо хуже у нас город вообще вот я не понимаю зачем тогда изначально предлагать студентам работу ну а кто кто еще то может сделать мастер-шифу спасибо за помощь как вам удалось сюда проникнуть главный вопрос как ты сможешь ускорить у вас на серида сколько еще будет идти на дворец ну сейчас подумал что ты играешь и я с тобой как разговариваю все без перерыва я не пойду две части фута панды мультика ну и вы меня не играл вы терял помада гаскару я как смотря мультиков 3 а я только вот ну потому что это второе части но сперва я пытался вдой подперёк пройти чтобы все эти монетки собирать но не получалось то на может три четыре монетки оставалось до конца уровня и это их не находил хотя что это дает я не знаю ну да это то он и шифу мастер-шифу а помнишь кстати блин помнишь кстати прикол в конце это как два даже прикола а второй прикол как воин дракон то что кастрюли на башке в сковородке или что там было нормально да не может быть чтобы в украине пока не показывали на ну не знаю пойдешь а а если а наверное у них и даже мультик про трансфер и не показывать в 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 Говорю, не злобай меня, а говорю, персонаж. Блин, ты чё с тобой? А, может, куда? Опа! Поздравляю! На... Я и напугался! А я уж думал, мне конец! Спасибо! Спасибо! Секретный монет нашел, он не ел. Ну, что ещё стоять? Да, я даже не знаю. На самом деле. А, вот это дано. Наверное, по крайней мере, если ты успеешь за все это время пойти, пока я езжу, то в любом случае... Ну, уже копирать на серии, только анализ из кости будет. Но уже без меня. Ну, и ты будешь сам один записывать. Ну, нет, когда ты приедешь, это не сейчас с тобой уже. Ты тут же можешь без меня записывать, что откладывать-то я приеду, после 5-го числа. Нет, я говорю вообще, даже, которые верны за нас. Ну, по крайней мере, я постараюсь что-то сделать с Максом, потому что он снимать... Я его отснять-то снял, но... Терендерить надо. Остатки серии. Да, я его снял. Да. Что интересно, где. А, кто же ходит? Вот. Давай-давай-давай. Есть. Вот. Есть. Еще один герой, единственный, мастер-обезьян, который разговаривает чуть-чуть здесь, с таджистскими дней. Спасибо, мастер Шифу! не выношу решетки да какая ирония вы наверное сердитесь что мы сами отправились сражаться с тайлунем что я чувствую не имеет значения важно только то что я делаю возвращайся во дворец и отлично остальных учитель попался последний герой остался и 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 так что-то игра без звука стала ну ладно да блин а вот сюда же точно все равно это видели так что можно и без звука подразить ну это понятно да блин я ж я ж стреляю как побит я не понял это что было сейчас такое полный полный был полный полный был да маяфон был полный а Так, вот еще один. Да, блин, сейчас же ее убьют, Чуар, нет, отступаю. Да я не говорю, что она собачка, кто-кто говорил. Так. И главное, тигрицу не посадили в клетку. Гадюку, обезьяну, обезьяну и еще там кого-нибудь. Какие вы, не помню уже. Ребен, сколько уже защищать тебя? Ой, ну это уже слишком как-то. О, наконец-то. Так, что? 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 Вот тебе, Ивановна, блин. Да, вот, чуть-чуть осталось, правда, сейчас игра без звука, но че ж поделают. Чего это? Так. О, сейчас будет босс, походу. Чего это? - Так, надо бы извиниться. А может извинимся перед ребятами-то? Алло. А что у это сейчас было? Полный... полный был. Сейчас голову пройдём. Я не знаю. А ты, кстати, сколько серий делаешь по минуту? В смысле, я хочу сказать. Я не знаю. На-на-на-на-те, на-живу рулик. Так. Похоже 80% легенда. Следующий уровень. Какой же у нас там следующий уровень? Всё, уровень прошли. Уровень прошли, всё. Только вот сейчас этот текст. Если хочешь, прочитай, если уж игру не слышно. А. А. А, точно. Так. Так. Ну, я так про себя читаю. Хотя я, честно говоря, не помню какой там уровень следующий. Жалко, конечно, что вот Игорь не такой он в режиме. Блин. Так. Так. А. А. Волчья луна. О, блин. Как я этот уровень, честно говоря, не люблю. А. Это уже что, всё, что ли, я не помню? А. А. Нет. В общем, здесь у нас поза хотел есть. Ну, думаю, что на этом месте можно закончить серию с вами. Были Данис и... И... Ждите следующих серий. Давай, 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 давай попрощаемся. Пока. Всем удачи. До скорой встречи. Ждите следующих серий. Всем удачи. Всем пока ещё раз. Субтитры сделал DimaTorzok